Рад всех приветствовать! Сегодня хочу продемонстрировать вам, как соединить две совершенно разных трубы по диаметру, по составу, например, пластиковая и металлическая с помощью обычной пластиковой бутылки. Желаю всем приятного просмотра! Пожалуй, начнем! Чтобы соединение получилось герметичным, мне еще понадобится вот такая вот обычная старая камера от велосипеда. Сейчас я покажу, как ее можно применить. Отрезаем два небольших кольца и одеваем на каждую из трубы. Далее можно взять газовую горелку. Можно взять строительный фен. Строительным феном делать это проще, поэтому я выбрал этот вариант, тем более он у меня есть. Получилось вот такое вот нехитрое соединение, которое очень легко сделать своими руками и оно очень доступно. Но это если вдруг вам понадобится каким-то образом, я не знаю, на огороде в доме соединить какие-то две трубы и у вас не будет специального переходника. Ну, я думаю, эта идея вполне может вам пригодиться. Держится вообще не провернуть, очень крепко, то есть все отлично работает. Ну, здесь маленько оно, конечно, гнется. Потому что это обычная пластиковая бутылка, вот она и будет гнуться, но держится капитально, ребят. Особенно если резиночку проложить, то герметичность обеспечена. Также сейчас попробуем еще один вариант соединения. Держится все отлично, никуда ничего не девается. Тема рабочая. Следующий вариант попробуем соединить две вот таких вот совершенно разных по своему размеру и форм-фактору трубы. Все так же при помощи обычной пластиковой бутылки. Как вы видите, получилось довольно неплохое прочное соединение с обычной пластиковой бутылки, то есть бесплатное соединение. Во-первых, найти какой-то переходник, схожий с вот этим, который сам подберет форму под ваши две детали, практически нереально. То есть вообще нереально. А это получается что-то вроде пластиковой термоусадки. Пластик не гниет, с ним ничего не случится на солнце. Также это соединение можно сделать герметичным. Вот сейчас я попробую его снять. Я вам на полном серьезе говорю, его нереально снять. Сейчас хочу предложить вам проверить прочность этого соединения. И мы сейчас сюда рельсу подвесим и попробуем все это дело протестировать. Сейчас я хочу попробовать с помощью вот этого соединения поднять этот рельс. Вы видите, он держит. Чтобы не осталось у вас сомнения, что здесь ничего не приварено, я разрежу и продемонстрирую вам это. Пластик стал настолько твердый, что его даже тяжело разрезать ножницами. Это прочное соединение я сам не ожидал. Фух. Как видите, вообще никакой сварки, ничего нет. Просто обычное пластиковое соединение с пластиковым хомутом. Желаю всем добра, удачи и успехов. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok